Привет, друзья! Порой простая невнимательность может привести к роковой ошибке, либо же наоборот стать причиной судьбоносной встречи, и к слову, в нашей жизни каждый день происходят подобные ситуации. Смена привычного маршрута, решение забежать в кафе или встать на час позже обычного, уже является прецедентом к неожиданным поворотам судьбы. А вот в случае одной старушки, даже неправильно набранный номер смог не только решить её давнюю проблему, но и изменить всю её жизнь. Но, как обычно, обо всём по порядку. Произошло это в городе Альбукерке, штат Мю-Мехико, в один весенний день, когда старушка по имени Бернис решила сделать заказ по телефону. Всё дело в том, что в силу определённых проблем со здоровьем, пожилой женщине срочно понадобилось приспособление для поддержки равновесия, проще говоря, ходунки, ведь у её внука намечалось очень важное событие – свадьба. До этого дня Бернис с определённым трудом передвигалась по дому. В итоге бабушка наконец-то решилась купить те самые ходунки, но тогда она даже и представить ещё не могла, что уже вскоре, казалось бы, обычный заказ станет достоянием общественности. Проснувшись утром, Бернис стала звонить в магазин медицинских товаров, но на пути и встретились некоторые сложности. Вместо ожидаемого на том конце трубки консультанта магазина, старушка услышала автоответчик и, не дослушав его, стала озвучивать своё намерение купить определённую модель ходунков. Когда разговор прервался, бабушка набрала ещё три раза, однако все её звонки оставались без ответа. Тогда Бернис воспользовалась голосовой почтой и оставила сообщение с просьбой перезвонить ей. Забегая наперёд, можно представить, как бы удивилась Бернис, если бы узнала, что каждый раз она звонила не в магазин медицинских товаров, а прямиком на автоответчик офиса окружного прокурора. Произошло это из-за простой невнимательности в силу возраста, она неправильно набирала последнюю цифру при наборе незнакомого номера. Но что же обычно бывает в таких случаях? А обычно просто-напросто никто бы и не отреагировал на такое сообщение, но только не в этот раз. На том конце провода сотрудники прокуратуры восприняли первые звонки как банальную ошибку, свойственные пожилым людям, но на четвёртый раз служащий Кайл Харсток поставил телефон на громкую связь и пригласил своих коллег для прослушивания этого удивительного соединения. Такая настойчивость и уверенность бабушки в обращении к сотрудникам прокуратуры показалась служащим одновременно и смешной и очень милой. А поэтому, недолго думая, чтобы успокоить пожилую женщину, Кайл перезвонил на её номер и спросил, что именно её интересует. Самое интересное заключалось в том, что он не представился служащим, поэтому бабушка даже не подозревала, кто находится на том конце провода. Берни с вежливостью повторила свой заказ, назвав точную модель и цену ходунков, до последнего думая, что говорит сотрудник магазина. После этого звонка Кайл понял, что это и есть та самая возможность быть полезным людям, и предложил своим коллегам сделать доброе дело и устроить сюрприз для бабушки, скинуться и купить необходимое приспособление. Коллеги единогласно поддержали эту затею, и вот уже на следующий день 8 человек стояло под дверью Бернис с необходимым подарком, ожидая увидеть реакцию незнакомки. А когда пожилая женщина открыла дверь, её удивление действительно было ожидаемым. Она долго не понимала цель визита всех этих уважаемых людей к себе домой. И только когда они показали свои документы и достали те самые ходунки, она наконец-то поняла, в чём дело. Конечно же, Бернис стала очень неловко после осознания всей ситуации и совершённых настойчивых звонков. А то, что эти люди решили выполнить её просьбу совершенно бесплатно, вообще повергло её в шок. Она даже стала предлагать деньги за свои ходунки, но служащие признались, что улыбка на её лице будет лучшей наградой для них. Бернис была по-настоящему счастлива, ведь теперь она могла без всяких преград оказаться на свадьбе любимого внука. Но, по правде говоря, поступок сотрудников прокуратуры поразил и осчастливил её как никогда. Она напоила их чаем, после чего штат окружного прокурора отправился на работу, пожелав бабушке провести хорошо время на свадьбе, добавив, что если ей ещё что-то понадобится, они всегда к её услугам. Когда об этом узнали сыновья и внуки бабушки, они не смогли остаться в стороне и рассказали журналистам об этом невероятном поступке. Ну а сами же сотрудники прокуратуры лишь добавили, что помощь людям – это и есть их главная задача. Друзья, всегда важно помнить, что просто нужно быть добрее к людям, и тогда мир становится лучше. Обязательно напишите в комментариях, как бы вы поступили на месте сотрудников прокуратуры, и видели ли вы что-то подобное в своей жизни. Ну а на сегодня это всё. Оценивайте видео, если оно вам понравилось. До скорого и пока!